Здравствуйте! Я хочу сказать всем, здорово, что сегодня будет и уже происходит. Это важный момент в жизни любого, и русского, и российского, и вообще гражданина и космополита. Потому что не родилось такого человека, как Иосиф Александрович Бродский. Часть полена, что зачем вся дева, раз есть колено, что устав от поднятой веком пыли. Русский глаз отдохнет на эстонском шпиле, я сижу у окна за окном массивно. Я любил немногих, однако сильно я сижу у окна. Я помыл посуду, я был счастлив здесь, и уже не буду, я сижу у окна. Я писал, что в лампочке ужас пола, что любовь, как акт, лишена глагола, Что не знал и в клип, что, сходя на конус, вещь обретает не ноль. Но хронос я сказал, что лист разрушает почку, И что семя, упавши в дурную почву, не дает победа, Что лук с поляна, есть пример рукоблудия в природе данной. Я сижу у окна, вспоминаю юность, улыбнусь порой, порой отплюнусь. Я сижу у окна, охватив колени в обществе своей грустной тени. Я сижу у окна, да-да-да-да. Моя песнь была лишена мотива, но зато ее хором не спеть не диво, Что в награду мне за такие речи своих ног никто не кладет на плечи. Гражданин второсортной эпохи горда, признаю я товаром второго сорта. Свои лучшие мысли и дням грядущим я дарю их, Как опыт борьбы с удушьем. Я сижу у окна в темноте, как с горы. Море гремит за волнистой шторой. Я сижу в темноте, и она не хуже, В комнате, чем темнота снаружи. Я сижу у окна, па-да-да-да. Я сижу у окна, па-да-да-да. Я хочу вас познакомить с этой книгой. Иосиф Бродский «Часть речи». Она абсолютно непрезентабельна, очень потрепана. Выглядит, конечно, чудовищно. Она со мной всегда в моем рюкзаке. Она кочует из рюкзака в гастрольный чемодан. И она со мной проехала очень много городов. И Российской Федерации, и всего мира побывала. В Америке, в Европе, в Африке. Много где. И в какой-то момент она уже начала разваливаться. И мы ее перекрыли вот таким нашим фирменным снайперским скотчем. Потому что расстаться мне с ней абсолютно невозможно. Что еще примечательно, эту книгу я сама не покупала. Мне подарили ее фанаты. Вот здесь написали какие-то слова. И мне очень приятно, что публика, которая слушает мои песни, она читает гениальные стихи. Что касается того, что я люблю, это именно сборник, который называется «Часть речи». Это цикл стихов Иосифа Александровича, который он написал, по-моему, в 75-76 году. Могу чуть-чуть ошибаться. И вот несколько из них. Север крошит металл, но щадит стекло. Учит гортань проговорить в пусти. Холод меня воспитал и вложил перо в пальцы, чтобы их согреть в горсти. Замерзая, я вижу, как за моря солнце садится, и никого кругом. То ли по льду каблук скользит, то ли сама земля закругляется под каблуком. И в гортани моей, где положен смех, или речь, или горячий чай, все отчетливей раздается снег. И чернеет, что твой седов, прощай. Всегда остается возможность выйти из дому на улицу, чья коричневая длина успокоит твой взгляд подъездами худобою голых деревьев, бликами луж, ходьбою. На пустой голове бриз шевелит ботву, и улица вдалеке осужается в букву У, как лицо к подбородку, и лающая собака вылетает из подворотни, как скомканная бумага. Улица, некоторые дома лучше других, больше вещей в витринах. И хотя бы уж тем, что если сойдешь с ума, то во всяком случае не внутри них. И так пригревает. В памяти, как на меже, прежде доброго злака маячит плевел. Можно сказать, что на юге в полях уже высевают сорга, если бы знать, где север. Земля под лапкой грача действительно горяча. Пахнет тесом, свежей смолой, и крепко зажмурившись от слепящего солнечного луча видишь внезапно мучнистую щеку клерка. Беготню в коридоре, эмалированный таз Человека в жеваной шляпе сводящего хмуро брови И другого со вспышкой, чтоб озарить не нас, но обмякшее тело и лужу крови. И при слове грядущее из русского языка выбегают мыши и всей оравой отгрызают от лакомого куска памяти, что твой сыр дырявый. После стольких зим уже безразлично, что или кто стоит в углу у окна за шторой, и в мозгу раздается не неземное «до», но ее шуршание. Жизнь, которая, как дареные вещи, не смотрит в пасть, обнажает зубы при каждой встрече. От всего человека нам остается часть речи. Часть речи вообще. Часть речи. Еще мне очень нравится, что в этой книге 1996 года выпуска нет ни одной орфографической ошибки, что очень часто сейчас встречаешь в новых сборниках, где их такое количество, что просто непонятно, работают у нас корректоры или просто люди с улицы. Особенно кощунственно это когда касается дела стихов. Я не то, что схожу с ума, но устал за лето. За рубашкой в комод полезешь, и день потерян. Поскорей бы, что ли, пришла зима и занесла все это города человеков. Но для начала зелень. Стану спать, не раздевшись, или читать с любого вместо чужую книгу, пока вместо остатки года переходят, как собака, сбежавшая от слепого, переходят в положенном месте асфальт. Свобода — это когда забываешь отчество у тирана, а слюна во рту слаще халвы шираза. И хотя твой мозг перекручен, как рог барана, ничего не каплет из голубого глаза. Это удивительная книга, потому что я все всегда теряю. И в какой-то момент я не могла ее найти. И я поняла, что это то же самое для меня, что забыть гитару дома. Я очень не люблю вот этих громких фраз, таких высокопарных, пафосных. Но мне кажется, что именно вот это вот маленькое, такое вот драгоценное, живое абсолютно, которое всегда со мной, оно охраняет мое сознание, мою душу, мое сердце. И самое главное, мой компас. И последнее стихотворение, которое я прочитаю, его нет в этом сборнике. Я его полюбила еще в ту пору, когда жила в Петербурге. И, кстати сказать, смерть Иосифа Александровича застала меня в поезде в Москва-Петербург. Я помню, что моя подруга, которой сейчас уже нет в живых, она очень плакала, а я не могла проронить ни слезы, потому что мне казалось, что он не ушел. И мне сейчас так кажется. Он настолько в крови и настолько в молекулах кожи и в сознании, и причем понятно не только моем, я в данном случае говорю от лица точнее, просто миллиардов людей, которые его любят. Он не может уйти. Он нас пропитал. И он абсолютно живой. Я всегда рабею, когда читаю его стихи вслух. Я это делаю крайне редко, я их специально не учу наизусть. Я их читаю своим детям, потому что мне кажется, что это очень важно, когда в 10 лет ребенок пропитывается именно этой философией. А Бродский это, конечно, философия и стиха, и сознание. Я их специально не учу наизусть, потому что мне кажется, что если бы он это услышал, в меня бы точно полетел какой-нибудь помидор. Так вот, стихотворение, которое я полюбила очень много лет назад, очень может быть, что я его не вспомню до конца. Дорогая, я вышла сегодня из дома поздно вечером подышать свежим воздухом, веющим с океана. Закат догорал на галерке китайским веером, и туча клубилась, как крышка концертного фортепиано. 30 лет назад опитала пристрастие к люля и к финикам, рисовала тушью в блокноте, немножко пела, развлекалась со мной, а потом сошлась с инженером-химиком и, судя по письмам, чудовищно поглупела. Теперь тебя видят в церкви, в провинции и в метрополии, на панихидах по общим друзьям, которые идут теперь сплошной очередой. Я рад, что на свете нет расстояния более немыслимого, чем между тобой и мною. Не пойми меня дурно, с твоим голосом, телом, именем, ничто уже больше не связано, никто их не уничтожил, но чтобы забыть одну жизнь, человеку нужна как минимум еще одна жизнь. Я эту долю прожил. Где теперь, разве что на фотографии, ты пребудешь всегда молода, весела, глумлива, ибо время, столкнувшись с памятью, узнает о своем бесправии. Я курю в темноте и вдыхаю гнилее отлива. Вот такое стихотворение. несмотря на то, что я действительно рабею, когда читаю его стихи, у меня нет такого, знаете, придыхания, как перед творчеством какого-то каменного идола. Вот для меня он абсолютно молодой человек. Молодой, живой. ироничный. И мне кажется, что это намного важнее. Робеть и не бояться читать, и не бояться сделать ошибку. Это говорит о том, что человек живет с тобой не только на этих листиках, но и в жизни. И когда ты закрываешь книгу, ты с ним не прощаешься. Не выходи из комнаты, не совершай ошибку. Зачем тебе солнце, если ты куришь шибку? За дверью бессмысленно все, особенно возглас счастья. Только в уборную и сразу же возвращайся. Не выходи из комнаты, не взывай мотора, потому что пространство сделано из коридора и кончается счетчиком, а если войдет живая, мелко пасть разевая, выгони и не раздевая. Не выходи из комнаты, считай, что тебя продуло, что интересней на свете стены и стула. Зачем выходить оттуда, куда вернешься вечером, таким же, каким ты был, тем более изувеченным. Не выходи из комнаты, танцуй, пойма пасанову, пальто на голое тело, в туфлях на босу ногу. В прихожей пахнет капустой и мазью лыжной, ты написал много букв, еще одна будет лишней. Не выходи из комнаты, пускай только комната, догадывается, как ты выглядишь и вообще инкогнито. Эргосун, как заметил, оформив сердцах субстанция. Не выходи из комнаты, на улице чай, не Франция. Не будь дураком, будь тем, чем другие не были. Не выходи из комнаты, то есть дай волю мебели. Слейся лицом с обоями, заприс и забарриказируйся, шкафом от хроноса космоса, эра, заразы, вируса. Ага. 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 Шкафом от хроноса космоса, эра, заразы, вируса, шкафом от хроноса космоса, эра, заразы, вируса, шкафом от хроноса космоса, эра, заразы, вируса, шкафом, шкафом, шкафом. Не выходи из комнаты, не совершай ошибку